Ростов готовится к большому празднику. Уже в эту субботу, 5 сентября, там состоится сразу несколько торжеств. В рамках Дня города жителей и гостей ждет Лукова Ярманка. О том, чем интересен этот фестиваль, говорим с заместителем председателя правительства Ярославской области Михаилом Крупиным. Михаил Львович, добрый день. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ростов уже в эту субботу отмечает очередной День города и известно, что одним из мероприятий станет второй всенародный фестиваль Лукова Ярманка. Прежде чем анонсировать грядущее мероприятие, давайте вспомним, как прошел первый. Запоминающееся событие было яркое. Много ли гостей его посетило? Добрый день. В прошлом году мы пытались возродить, и у нас это получилось, Великую Ростовскую Ярманку. Потому что на самом деле Ростовская Ярманка Луковая, она конкурировала с Нижегородской Ярманкой и с Макаревской. Это все самые три большие ярмарки, которые существовали в России. Поэтому в прошлом году ярманка удалась, и мы сегодня имеем с вами повторение в эту же дату, в преддверии Святого Луки праздника, Луковую Ярманку, историческую Ростовскую. При этом в этом году формат мероприятий в масштабе больше, потому что у нас совпадают три мероприятия. День города Ростова-Великого, символы России, города, который дал название нашему государству Россия. Конечно, наша Великая Русская Ярманка, и она четвертая в мире по масштабу. Номер один, соответственно, это Веймар, Германия. Она идет неделю. Однодневная ярмарка луковая в Берне, в Швейцарии. И также однодневная в Вальсе весенняя ярмарка зеленого лука, это Испания. И четвертая по всех каталогах, это, соответственно, ростовская ярмарка. Она уже во всех, как только маршрутов, что будет? Во-первых, ярмарка выплескается у нас уже с Луковой Слободы на Соборную площадь. И вся Соборная площадь будет из себя представлять луковый торг, сытные ряды, потешные ряды и выставку. А что можно сделать из лука вообще? Из лука можно сделать все. Будет дегустация молодого лукового вина. Это вина? Вина. Серьезно? Таинство, дальше не рассказываем. Соответственно, луковые пироги, луковое варенье, ну и, конечно, луковые косы и венки. В этом году традиционный конкурс. В прошлом году главная луковая коса, которая выдержала все испытания, получила жидкокристаллическую панель в качестве приза. В этом году тоже организаторы готовят серьезные призы. Но самое главное на ярмарке – это участие. Купить лука ростовского, известного рука с собой. Чем он известен, кстати? Ну, ростовский лук уникален, он поставился даже в Европу. Ростовские земли, они песчаные. И когда, соответственно, разливалось Тинное море, озеро Нера, выходил сапропель на побережье. И потом в песке лук хорошо ровно растет. И жирный сапропель дает хороший урожай. Поэтому лук ростовский уникальный. Он плоский, репчатый. В отличие от нашего красного даниловского лука. То, что у нас еще есть в регионе. Поэтому хранился очень долго. Ну и полезное свойство. Лук – это от семени Дуг. Это точно. Вы назвали два таких блюда. Луковое варенье и луковое вино. Вы пробовали? Это действительно вкусно? Ну, я как человек, который отвечает за туризм. Во-первых, то, что перечислил эти все фестивали, посещал. И, соответственно, пробовал и европейские форматы лукового вина и лукового варенья. И российские. Все очень вкусно. Но не будем заниматься с вами пропагандой вина. Варенье вкуснее. С чем его едят? Луковое варенье едят совсем. Оно подается и как, соответственно, сладкий соус к мясным блюдам. И как варенье подается к любому формату чаепития. Тем более в Ростове уникальное чаепитие. Это формат сложился еще при Метрополитическом саде. Поэтому только вперед, только Ростов. А в чем будет коренное отличие? Вот второго фестиваля от первого. Наверняка есть что-то новенькое в программе. Ну, самое главное, что у нас приезжают уже на фестиваль все города Золотого кольца. У нас принимают участие уже Метрополи в формате наших празднований. Это тоже очень важно. Потому что на самом деле Ростов и вообще наши города Золотого кольца, они формировались как первые православные центры, которые потом переросли в сами города. И ключевым является, что у нас в этот раз Луковая ярмарка начинается с 9 практически утра. Луковый торг встает и заканчивается салютом поздним вечером. Это единый нон-стоп от, соответственно, развлекательных мероприятий, торговых мероприятий, рестораций, гастрономий. И действительно, чем Ростов знаменит, у Ростова уже второй гастрономический фестиваль, который стал якорным для Ростова, который стал символом Ростова. Луково уха и, соответственно, извините, Ростовская Великая уха и Луковая ярмарка. Вот вы говорите с 9 до, получается, до ночи. И когда лучше все-таки прийти, чтобы поспать успеть и интересное не пропустить? Есть великолепная поговорка, кто рано встает, тому Бог подает. Как только услышите в Ростове барабанный бой, соответственно, это начнется открытие Луковой ярмарки. Традиционно луковые венки, луковые косы, при этом будет высокое жюри. Жюри в этом году у нас представляет снова все субъекты федерации, входящие в Золотое кольцо. Потому что у нас и участники, не только там ростовские, ярославские. Поэтому масштаб у нас федеральный и даже межрегиональный, потому что у нас будут иностранные гости. Фестиваль уже проходит второй раз. Можно ли уже назвать его традиционным? Более чем традиционным. Мы считаем, что то, что мы восстановили, обратного пути нет. Есть бренд, есть, соответственно, гастрономическая подшивка, есть история. Это включено во все маршруты. И те города, которые перечислял Луковы, мы с ними обмениваемся информацией. А, соответственно, это будет существовать, я думаю, долгие лета, когда этого существовало. Есть ли шанс того, что они приедут к нам в гости и привезут что-то попробовать? Мы надеемся, что на уровне некоммерческого партнерства, на уровне туристического класта, который существует в регионе, мы подпишем соглашение. И сейчас, если будут неофициальные делегации, далее мы начнем обмениваться официальными делегациями с этими городами. Судя по программе, в Ростове 5 сентября пройдет еще одно мероприятие, о котором мы, в принципе, уже начали говорить. Это первая межрегиональная конференция городов Золотого Кольца. Вот расскажите поподробнее, что это за мероприятие, какие важные вопросы будут обсуждаться и, самое главное, кто приедет? Мы на этой конференции собираем все уровни власти, светскую и духовную. Из светской власти мы собираем, соответственно, весь формат власти и законодательную исполнителю, при этом уровень и федеральной, и субъектов федерации, и органов местного самовыправления. Вопрос, в принципе, будет звучать один. Это 50-летие Золотого Кольца, которое мы будем праздновать в 2017 году. С какими показателями мы подходим, что изменилось в инструментариях, какие, соответственно, новые продукты на этом маршруте появились, и как вместе нам продвигать маршрут в Золотое Кольцо. Нам уже, как я понимаю, есть что рассказать, да? Вот как раз в чем мы продвинулись, какие новые объекты открылись. Нам есть что рассказать, раз. Нам, в принципе, надо обязательно сверить часы с коллегами, и чтобы мы работали как единый маршрут и единый часовой механизм. У нас главным действующим лицом и лицом этой конференции будет Юрий Бычков, человек, который в 1967 году создал этот уникальный маршрут, проехав по городам и, соответственно, дав бренду этого названия Золотое Кольцо от куполов Ивана Великого. Итогом конференции будет обращение к Владимиру Ивановичу Путину о формате празднования от всех регионов, соответственно, Золотого Кольца маршрута в 2017 году. Будем с нетерпением ждать 2017 года. Спасибо огромное, Михаил Иванович, что пришли к нам в студию. Пожелаем удачи и все ждем 5 сентября. Мы ждем всю вашу редакцию на ярмарку пробовать луковые пироги, варенье и молодое луковое вино. Спасибо большое. Спасибо.